В этом репейнике, который уже стал практически древовидным, запросто может потеряться ребенок. Да и взрослому здесь будет некомфортно. Все это выше человеческого роста. Никогда здесь такого не было. Никогда. Дом 62-го года. И вот это вот здесь первый, первый раз такое. Неужели нельзя было скосить? Сейчас, конечно, уже только топором рубить. И все. И в том дворе тоже самое. Вы сами видите, что эти дикие заросли – это первый год за много-много лет, начиная с северских времен. Я такого не помню. Или какой-то природный ландшафт новый разрабатывается. Вот очистили детскую площадку. И то, по-моему, после многочисленных жалоб. Все-таки живем в центре города. В центре города. Не на крайне. И вот что это? Об опасности сухих деревьев говорилось не раз. Но почему-то над здешней детской площадкой по-прежнему угрожающе нависают черные ветки. Оттого и гляди, рухнет. Еще сухие деревья у нас вот. Их пилили в этом году. Но четыре дерева вот на нашей площадке, где дети бегают, они так и остались. Мы ходим в поликлинику нашу во вторую. И даже мне врачи вот недавно говорят, ну, жаловалась. Говорят, помогло. Я говорю, не помогло. В том году дерево упало прямо на мой балкон. Вот. Его завалим ЧАЭС. Слава богу, что балкон целый. Ответственность за чистоту и порядок дворовой территории несет управляющая компания. Каждая из нас платит своей управляйке деньги за содержание жилья. Но управляйка «Зеленая роща», которая должна ухаживать за этим двором, считает иначе. Нам ответили, это не наша проблема, это благоустройство города, обращайтесь к ним. Хотя, живу я здесь уже очень много лет, ну, порядка десяти. И у нас никогда вот такого не было. У нас всегда ЖУ было замечательно. Может быть, город работал, я не знаю. Вот что нам сказали в самой управляющей компании. Мы его окашивали, полностью дома косили, в границе придомового участка. То, что жалуются жители, наверное, вы сами видели, это в центре двора, наверное, репейник, да? Да. Вот, это, к сожалению, ну, к счастью, не наша территория, была бы наша муниципальная территория. Детскую площадку, которая там есть, мы подчистили, ну, обкашили. Мы, как бы, окашиваем, даже если не наши детские площадки муниципальные, детские площадки мы однозначно все обкашиваем. Но вот разорваться, чтобы выкосить всю муниципальную территорию, у нас просто нет возможностей таких. Вопросы у жителей и кооперативности вывоза мусора. Крупногабаритная строительная куча растет здесь уже не первую неделю, а кто отвечает за этот вывоз, жители даже не знают. Хотя с этим вопросом в свое УК тоже обращались безрезультатно. Тот же представитель управляйки в телефонном разговоре подтвердил трудности с Экопронском. Оператор принципиально отказывается вывозить крупногабаритный мусор. Ну вот посмотрите на нашу помойку. Это что? Центр города. Ничего не убирается. Уже это месяц. Вот это все? Больше месяца? Ну, месяц, полтора месяца. Вот это все, вся вот эта картина. И сюда еще валят и валят и валят. Я не знаю, кто это должен убирать. Ну мы же не на свалке. Получается, мы живем уже на свалке. Городская свалка уже пришла к нам. В центр города, улица Дзержинского. Пока погода сухая, говорят жильцы, все картины не увидеть. А как только зарядят дожди, во двор будет не зайти. Несколько лет назад, ну лет, наверное, пять, благоустраивали двор. То есть кладали асфальт, бордюры. Я выходил и попросил вот этот поворот более закругленный сделать. Потому что машины даже легковые не разворачиваются. На под 90 градусов. Только мало того, что они не сделали, так они даже оставили старые бордюры. В результате вот сейчас вывозят тяжелый мусоровоз. Он не разворачивается. Он заезжает сюда. И вот, ну если будете снимать, увидите, какая-то глубина. Это пока без воды. Потом стоит на болото. Естественно, разносится грязь по всем дорогам. То есть выходишь из подъезда и попадаешь прямо в грязевой массив. Прям хоть лечебный курорт грязевой устраивает. Разбитый асфальт и глубокие ямы, как считают некоторые, результат того, что двор оставили проездным. Сделали бы, мол, шлагбаум, чтобы не ездили желающие сократить маршрут. Но и в этом вопросе понимания местные жители пока не нашли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова